Лапчатка двувильчатая. Время цветения этого растения с июня по июль. Встречается почти повсеместно в европейской части России, а также в Западной Сибири и в Средней Азии. Растет в изобилии по степным местам, лугам и вдоль дорог. Применяемая часть – это трава и корни. Траву собирают с июня по июль, а корни – осенью. Химический состав полностью не изучен. Растение обладает общеукрепляющим, тонизирующим, вяжущим бактерицидным и кровоостанавливающим свойствами. Настой травы и настой корней применяют при болезнях органов дыхания и при поносах. В Сибири настой травы в виде чая пьют при женских болезнях, а отвар корней употребляют при поносах. В Казахстане отвар корней принимают при туберкулезе легких. В Средней Азии население и гор употребляет настой травы как суррогат чая, обладающий тонизирующим действием, а отвар корней используют как вяжущее и закрепляющее средство при поносах. Способ применения. Первый. Три чайные ложки сухой травы лобчатки двувильчатой настаивать 1 час в 1,5 стаканах кипятка в закрытой посуде. Принимать по полстакана в теплом виде 3 раза в день. И второй способ. Три чайные ложки корней отварить в одном стакане воды, настаивать 2 часа, после чего процедить. Принимать по 2 столовые ложки 4 раза в день за полчаса до еды. Напоминаю, что перед применением любого лекарственного средства необходима консультация специалиста.